Взгляд Захарченко разоружает незаконное ополчение Л. Захарченко разоружает незаконное ополчение 30 марта 2015 года, 16.40 фото, Сергей Филатов, РИА Новости и текст, Роман Критсул, Денис Нижегородцев Переформатирование стихий на возникших отрядов ополчения в армию ДНР завершилось указом главы республики об изъятии и оружия у всех, кому оно не положено по службе Не сдавшие оружие будут считаться бандитами со всеми вытекающими последствиями В ДНР признают, что оружие, которое в последний год легко можно было достать в Донбассе, минус проблемы на много лет Глава ДНР Александр Захарченко подписал указ, предписывающий сдать оружие всем, кто не входит в официальные силовые структуры республики С целью поддержания правопорядка на территории ДНР глава республики Александр Захарченко своим указом постановил до 4 апреля 2015 года всем лицам, не являющимся сотрудниками силовых структур ДНР, сдать имеющиеся у них вооружения и боеприпасы На министра внутренних дел ДНР возложено выполнение мероприятий по задержанию, разоружению и изолированию лиц, не выполняющих данные требования Минус говорится в сообщении ДНР Лица, не выполнившие в установленный срок требования по сдаче оружия, будут признаны участниками бандформирований В отношении них будет производиться разоружение, ликвидация, посредством проведения специальных операций и привлечения их к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством ДНР Призываем жителей республики оказывать активную гражданскую помощь в осведомлении представителей военной комендатуры о фактах нарушения требований указа о главу ДНР Минус заявили в ДНР Зам командующего штабом ополчения ДНР Эдуард Басурин заявил газете «Взгляд», что говорить о разоружении в этой ситуации некорректно Указ направлен на то, чтобы оружие сдали люди, не входящие ни в какие силовые структуры, у которых оно есть на руках Речь идет только об этом А так никто никого не разоружает Использовать термин «разоружение ополченцев» неуместно, минус подчеркнул он Басурин не рискнул предположить, насколько гладко пройдут эти мероприятия, но дал понять, что указ будет выполнен в любом случае Не захотят, заставим Сколько таких будет, не знаю Время покажет, минус сказал он И добавил, что курируют эти мероприятия МВД ДНР, так как они же отвечают за правопорядок Это нормально при переходе от ополченческой структуры к армейской, минус сказал газете «Взгляд» спикер Народного совета ДНР Андрей Пургин По его словам, к сегодняшнему дню практически все вооруженные формирования ополчения встроены в штатное расписание Минобороны ДНР и обладают необходимыми документами Что касается независимых, никому не подчиняющихся формирований, то, как заверил Пургин, таких практически не существует Если такие и остались, то только какие-то мелкие отряды Однако остается проблема наличия оружия у бандитов или просто обычных граждан, которые в прошлом году могли легко его получить Украинская власть в Донбассе самоустранилась еще до провозглашения Народных республик Безусловно, в военное время всегда есть доступ к оружию Можно смело предположить, что оно попало, если не в бандитские, то как минимум в случайные руки Минус сказал Пургин, отметив, что эта проблема многолетняя Глава Украинского центра евразийских исследований Владимир Корнилов напомнил в интервью газете «Взгляд», что в прошлом году в разных городах и населенных пунктах, которые были удалены от зоны боевых действий, создавались местные отряды самообороны Наверное, не все они прошли должную регистрацию Допускаю, что там еще существуют военизированные формирования, которые не совсем подчинены руководству ДНР Минус сказал он Он не исключил, что процесс изъятия нелегального оружия может сопровождаться проблемами Мы видим ситуацию на территории Украины, контролируемой Киевом Там вообще деморализованные украинские вооруженные силы творят полный беспредел Откровенно разлагаются, пьют, гуляют, устраивают стрельбы Это проблема любых территорий, где много горячих вооруженных людей Проблемы могут быть и в случае вооружения, и уж тем более в случае разоружения людей, которые не подчиняются единому общему руководству Минус сказал Корнилов Эксперт затруднился точно сказать, где бандиты чувствуют себя комфортнее в нынешних условиях На территории ДНР или контролируемой Киевом территории Украины Западные журналисты пишут, что творилось в Артемовске после Рибальцевского котла Какой там беспредел устраивали пьяные украинские солдаты, офицеры, деморализованные киборги, сбежавшие с фронта Из Донецка, где те же репортеры пишут Я таких репортажей западных журналистов не видел Я не знаком с показателями роста преступности в ДНР Мало того, эти показатели засекретили и на Украине Частично некоторые данные через депутатов и СМИ доходят Если верить этим, даже официальным, данным, которые не учитывают зону самих боевых операций Так там рост преступности уже в десятки раз Можно себе представить, что творится в зоне самой карательной операции Минус сказал он Напомним, сопротивление на юго-востоке бывшей УССР начиналось со стихийного формирования отрядов ополчений из местных жителей и немногочисленных добровольцев из России Позднее к ним присоединились также некоторые граждане европейских государств Те из них, кто обладал боевым опытом, становились командирами И их действия в боях становились определяющими для их дальнейшего продвижения по службе После критических для республик июля и августа 2014-го Разгрома украинской группировки под Иловайском и подписания минских соглашений на передний план вышли вопросы государственного строительства и формирования единых вооруженных сил К началу года некогда разрозненные и зачастую действовавшие сами по себе отряды ополчения были структурированы в единую систему под общим командованием И сейчас даже в Киеве уже не могут отрицать, что речь идет о боеспособной армии Их военные формирования на данный момент уже перестроены и имеют четкую структуру, в том числе в области оперативного и административного управления Строятся и действуют по единому плану и единому замыслу Минус написал 10 марта украинский пропагандист и депутат Дмитрий Тымчук, руководитель так называемого информационного сопротивления На протяжении последней недели отмечается перемещение от 30 до 80 единиц боевой техники и автотранспорта в сутки Как с участка на участок, так и с территории России на оккупированную территорию Донбасса Минус добавил он В результате, пишет Тымчук, ополченцы смогли создать три ударно-тактических группы На Донецком направлении, на Мариупольском направлении и на Луганском направлении Полностью боеспособные и полноценные вооруженные силы там пока не появились Появились боеспособные подразделения и соединения Минус комментировал газете «Взгляд» редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский ДНР и ЛНР совместно формируют 9 общевойсковых бригад плюс артиллерийские соединения Часть из них уже сформирована и принимала участие в боевых действиях Сейчас появилась возможность и время, и обстановка позволяет проводить полноценную боевую подготовку с этими подразделениями Специалистов, которые имеют богатый опыт подготовки таких подразделений, проведения учений, они нашли Текст, Роман Крецул, Денис Нижегородцев